В прямом эфире программа «Тема дня» в студии Роман Быков. Региональные власти заявили о еще одной мере поддержки туристического бизнеса. В частности, предлагается субсидия. Эта субсидия рассмотрена на бюджетной комиссии Тверской области, как вот и значится из пресс-релиза, который пришел в нашу редакцию. В том числе, для получения субсидий туроператорам необходимо предусматривать проживание туристами не менее одной ночи в гостинице, которая прошла классификация. То есть, не оба какой-то там непонятный гостевой дом, а именно гостиница, официально прошедшая классификацию, зарегистрирована в Тверской области. И тогда туроператор, туристическая фирма, получает субсидию. И об этом мы сегодня поговорим. И вообще, в целом, поговорим. Лето подходит к концу, как проходит туристический сезон, в первую очередь, в нашей области, конечно же. Поговорим немного и про заграницу, про наши южные курорты. И сегодня у нас в гостях руководитель одного из туристических агентств нашей области, Елена Михайловна Грачевникова. Добрый день, Елена Михайловна. Здравствуйте. А вы можете звонить нам по телефону 3190, высказывать ваше мнение, что вы думаете по поводу туристического сезона, куда бы вы хотели поехать или уже съездили, что вы думаете об отдыхе в нашей Тверской области 3190. Елена Михайловна, скажите, в целом, каким выдалось уходящее лето для туристической индустрии? Вы знаете, несмотря ни на что, это хорошее лето, даже погода была чудесная. Кто хотел, тот смог отдохнуть и на наших водных просторах. Кто хотел, тот смог уехать на наш российский юг, покупаться в море. И открылась зарубежья, Турция. И все те, кто привык к своим отелям в Турции, они благополучно отправились на свои любимые места, на свои любимые пляжи. Они успели к концу лета еще побывать в Турции. Ну вот в таких местах. А правда, что Турция этим летом очень сильно демпингует, что, соответственно, составляет конкуренцию нашим родным местам отдыха? Причем даже я имею в виду не только южные, а и средняя полоса, к примеру. Турки молодцы в том смысле, что вы, наверное, обратили внимание, какую они рекламу запустили. Да, вот-вот. Зеленый, песочный. Сейчас ролики активно идут, между прочим, просто активно. И вы знаете, они очень мудрые люди, они подключили в рекламу психологов, потому что, вы обратили, наверное, внимание, они не говорят о том, что здесь вы отдохнете дешево. Да, ни слова об этом. Ни слова об этом. Они говорят, какие эмоции вы получите, и вообще, что вы получите для себя, для своей души, для отдыха, именно приехав в Турцию. И мне кажется, они попали в точку именно вот этим. Потому что те люди, кто ездил в Турцию, ну, вы знаете, как, наверное, те, кто любит свою дачу, не применяют на другую. И здесь то же самое. Ну, точно так же, как автомобилисты заправляют свои машины бензином. Сегодня одна цена, завтра другая, послезавтра третья. Но они же все равно заправляют. И те люди, кто привык ездить в Турцию, и кто любит это. Ну, вы знаете, наверное, вот разница там в каких-то деньгах, их уже не будет очень волновать. Они едут за эмоциями, за впечатлениями, в первую очередь. А вот вы не считаете, что нашему, в том числе специалистам от рекламы нашему, которые тоже вроде бы рекламируют отдых, к примеру, в Тверской области нашей, тоже надо как-то, может быть, взять на вооружение. Вот это тоже, где наши ролики, что приезжаете в Турскую область, здесь хорошо. Это, правда, тихо, спокойно, родная природа, привычный климат, что очень важно, согласитесь. Живая вода. Живая вода, потому что Турция, конечно, хорошо, но тоже не все же могут выдержать эти перепады. Не всем до сердца это хорошо, когда ты приезжаешь здесь плюс 25, а там 35, 40 и так далее, особенно летом. Как мне говорили мои знакомые, которые были летом в Турции. Вот, согласитесь, это же не всем показано, так мягко говоря. Такой вот резкий перепад. А вот здесь вообще, когда у нас похолодание, ты улетаешь отсюда, здесь плюс 15, там 40. Вы знаете, вот физиологичность человеческая, это одно. Да, кто-то может, кто-то не может. Но вот когда мы приглашаем на свою территорию, на территорию Тверской области, здесь для нас очень много факторов. Во-первых, физиологичность, если человеку в жаре плохо, в средней полосе, ему будет чудесно. А даже если, извините, перебью, если даже в жаре хорошо, здесь точно ему плохо не станет. Потому что родной клемм. А это уже другой момент. Если человек любит жару, он съездит в жару. Но мы находимся очень удачно. Мы находимся рядом с Петербургом, мы находимся рядом с Москвой. И поэтому, тем более с М-11, для тех, кто может доехать или же на Ласточке, добраться до нас, это буквально как с одного конца Москвы на другой. Да быстрее даже. И у нас получается такое, знаете, замкадье, когда вот можно из пыльной, шумной Москвы попасть в какой-то оазис, где можно надышаться свежим воздухом, накупаться в чистой воде, у нас еще есть такие места, побродить по лесам, познакомиться с замечательной этнокультурой. И оказывается, у нас действительно очень много вот тех точек притяжения, которые людей интересуют. И вот этот маленький отдых, отдых выходного дня, для них получается как маленький отпуск. И вы знаете, судя по тому, сколько у нас туристов вот таких индивидуальных, наша область нравится, наша область притягивает. И я думаю, вот с этой точки зрения, если уже туристы поехали, наверное, нам, как туристской сфере, нужно приложить усилия первые, чтобы наши туристы, наши гости максимально имели представление о том, куда они едут. И следующий момент, чтобы мы, туроператорские организации, имели возможность предложить туристам максимальный выбор того, что бы они хотели. И вот в этой связи, вот то, что произошло вчера на бюджетной комиссии, это замечательная история, потому что, конечно, москвичи, жители Подмосковья, у них немножко уровень жизни выше, чем у нас, у тверяков. Но при всем при этом каждый человек воспринимает бонусы как чудесный подарок. Как чудесный подарок сделать себе что-то еще. Хорошо, вот он имеет там 10 тысяч, а если ему говорят, что у вас тысяча вернется, и вот этому счастью не будет конца. И поэтому то, что правительство сделало, получается, историю такую не только для туристов, но и для всей, и даже не только туристской отрасли. Потому что турист, приезжающий с ночевкой, с ночлегом, он, получается, должен поесть. Он должен что-то посмотреть. И он должен что-то купить, потому что без сувениров, вот на два дня приехав, крайне сложно существовать. И в этой связи, да, в этой связи, вот это стимулирование, оно получается таким очень многогранным. В этой связи правительству искренне хочется сказать спасибо. И не только за это. Вы знаете, это касаемо семей, это касаемо взрослых. А мне еще лично хочется выразить благодарность нашему правительству областному за субсидирование школьных поездок. И хочется поздравить всех жителей Тверской области, потому что мы обладатели, мы верхневоложцы, так скажем, обладатели самой лучшей в России программы учебно-образовательных маршрутов. А есть аналоги в других регионах вообще? Вы знаете, аналоги есть, но мы лучшие. А тоже мы вот лучшие, то есть мы на одном уровне с такими туристическими тоже регионами. Там регион Золотого кольца, Ярославщина, та же самая, юг наш, конечно же, Краснодар и так далее, Крым. Вы знаете, как, вот в этой связи, вот учебно-образовательные программы, они немножко по-другому соревновались. Как они соревновались, мы поговорим через буквально три минуты. У нас реклама, не переключаясь, говорим о туризме в целом и о туризме, конечно, в нашей Тверской области. Итак, снова в прямом эфире программа «Тема дня». Мы говорим о туризме, о туризме в нашей Тверской области. У нас в гостях Елена Грачевникова, директор одного из турагентств. Елена Михайловна, скажите, пожалуйста, вот вы начали говорить о том, какие у нас программы касаемо детского туризма, школьного. Да, вы знаете, у нас совершенно замечательный тандем получился. Дело в том, что благодаря решениям правительства Тверской области они сделали несколько вещей, которые для меня, в частности, как директора организации, которая занимается школьными экскурсиями, были безумно полезны. Первый момент – это дороги. Мы теперь совершенно замечательно можем добраться очень комфортно и безопасно в разные города Тверской области. Чудесно в Кимры, Старица, Лихославль, Торжок, Пернова, Вышний Волочок. И за счет этого родители спокойны. Родители четко понимают, что для их детей будет организовано максимально безопасное передвижение. Исходя из этого, конечно, у нас автобусы тоже очень серьезно контролируются. Именно те автобусы, на которых передвигаются дети. Это первый момент – дороги. Да, дороги много было сделано. Я сам лично ездил, я тоже видел, делаются. Причем даже не только в районе Селигера, а вот район Андреаполя, вот этот северо-западный угол Тверской области, там тоже, между прочим, вовсе делаются дороги. Даже в Калязин сейчас, в Калязин немножко дорогу подремонтировали. В ближайшее время она будет отремонтирована, и мы в Калязин будем тоже чудесно ездить. Второй момент, за который хочется сказать правительству Тверской области огромное спасибо – это выделение средств на субсидирование школьных поездок. Дело в том, что мы, наверное, как взрослые люди, очень хотим, чтобы наши дети знали и любили свой родной край. И для этого все очень просто. Вот они, пожалуйста, хорошие дороги и недорогие поездки. И вот за счет того, что правительство выделяет субсидии, поездка для школьника, она снижается процентов на 40. И вот по опыту предпандемийному, дело в том, что у нас за февраль и за серединку марта мы отработали 830 тысяч рублей именно в рамках субсидирования. У нас было порядка 40 экскурсий за этот маленький промежуток времени. Мы четко поняли, что мы, это «Радуга», мы четко поняли, что экскурсии востребованы, родители на это замечательно соглашаются, учителям это тоже нравится. И самое главное, что это программы образовательные. Что востребовано, да? Что хотят смотреть современные школьники? Вы знаете, они хотят смотреть много что-то. Дело в том, что у нас в «Радуге» представлено 40, сейчас уже 43, буквально 43 образовательных программ. Это 20 программ по городу, чуть больше 20 по городу и чуть больше 20 по области. Программы совершенно разные, но каждая из них встроена в образовательный процесс. Дело в том, что вот эти все программы представлены вот в таком достаточно толстом проекте. Называется он «Уроки Верхневоложья». И именно вот этот проект завоевал первое место в федеральном конкурсе образовательных проектов «Живые уроки». Но все-таки что хотят посмотреть? Вот я себя помню, когда я в школе, то есть, если, к примеру, там, когда выходил классный руководитель, говорил, мы поймем в Москву в музей вооруженных сил, пацаны все ура. То есть мне лично было, к примеру, это очень интересно, к примеру, то есть в музей вооруженных сил. Если в Москву в театр, к примеру, ну, как-то вот со скепсисом. А вот именно музеи вот такие военно-патриотической направленности. Многим были интересны, что сейчас? Вот принято, опять-таки, считать, что нынешние дети не очень интересны им историей, вот военно-патриотическое направление. Что в Тверской области, куда хотят поехать? То ли в наши вот эти монастыри знамениты, то ли именно, да, что-то посмотреть, связанное с историей Твери, то же самое, вот в годы Великой Отечественной, например, войны и так далее. Вы знаете, наши дети просто другие. Дело в том, что когда мы путешествовали на экскурсии на разные, для нас это было общество знаний на колесах. Ну, согласитесь, мы получали знания. Сейчас современным детям дать знания в автобусе, ну, максимальное количество знаний, очень странно, потому что они могут это все взять из компьютера, Википедия им благополучно все расскажет. И поэтому современные дети сейчас получают знания немножко в другом формате, через эмоции, через тактильные ощущения, вот через что-то, через игровые процессы. И практически все наши программы, они совмещают и кусочек знания, и в то же время какую-то динамику, какая-то игра, какой-то квест, какая-то вот интерактивность, чтобы дети вот через эти эмоции усвоили знания, и вот с этими знаниями дальше жили, и знали, и любили свой родной край. Может быть, привести какой-нибудь пример? Ну, какие вот места? Вот я говорю, мне просто интересно, что они хотят смотреть. Ну, давайте так. Вот смотрите, в школу пришли первоклассники. Мы им показываем город, но они еще маленькие, они только что из детского сада. И удержать их внимание больше 40 минут, у нас обычная экскурсия по городу, ну, 2-2-15, вот самая такая небольшая. Ну, 2 часа рассказывать детям о истории Твери, ну, это вот их убить раз и навсегда, желание для них путешествовать убьется раз и навсегда. Мы делаем немножко по-другому. Мы минут 30 с ними разговариваем, а затем мы с ним играем. Мы им покажем город, мы им расскажем, в каком городе они живут, они узнают, старый этот город или молодой. Это, знаете, как знакомство. Здравствуй, Петя, как тебя зовут? А сколько тебе лет? А кто у тебя родители? Точно так же и с городом. Здравствуй, город. А как тебя зовут? А сколько тебе лет? Ты вообще старый или молодой? А кто же тебя основал? И какие вот постройки, вот эти дома, они старые или молодые? А что такое улица? А что такое проспект? Вот для маленьких детей, те вещи, которые для нас кажутся, ну, обычными, для них это новость, новинка, и это тот фундамент, который они себе вкладывают. Дело в том, что экскурсионная деятельность, она такая же образовательная, как вот учеба в школе. И, конечно же, желательно, чтобы наши дети постигали все, как в школе, от простого сложному. Вот мы покатались по городу, мы посмотрели город, мы поговорили, какой он старый, молодой, затем мы поиграли с аниматором. Аниматор задал им вопросы. Вы сказали, какие же вы, дети, молодцы, чудесно, вам вот сладкие призы за то, что вы запомнили. Следующая экскурсия, она будет немножко другая. Затем, как маленьким детям рассказать о войне? Вот первый, второй класс, ну как? Ну как, нормально, уж вполне они понимают, что Великая Отечественная война. Это иллюзии. Ну, я запомню в первом-втором классе. Ну, вы знаете, это наши иллюзии, мы пытаемся своими мозгами посмотреть на маленького ребенка. Он еще, вот он только пришел из детского сада, он еще в игровом процессе. И для него слово «война» — это может быть только то, что он видел когда-то в телевизоре. Да, конечно. Вот. Ну, по большому счету, как для нас, война 1819 года — это красивые мундиры, это чудесные. Ну, вот для меня, например, война Великой Отечественной, она более близка, потому что мои близкие, мои родственники, мой дедушка вот в этом как бы военном процессе участвовал. А для них это где-то там заоблачно. И здесь вот для маленьких детей тоже самая маленькая экскурсия, маленький разговор, что когда-то на территории этого города была война, когда-то город был разрушен, мы можем показать им фотографии. Вот наш замечательный, красивый мост, а он был разрушен. А затем мы говорим о том, что программа называется «Георгиевская ленточка». Мы говорим о том, что есть такой орден георгиевский. И кто такой Георгий Победоносец? Почему георгиевская ленточка таких цветов? И дальше мы пойдем с ними играть. Это будет теневой театр. И в этом теневой театре Георгий Победоносец обязательно победит змеи. Это же религия какая-то. Это не религия. Вообще жестокое обращение с животными. Раритетными. Скажите, а что хотят посмотреть уже школьники среднего звена? Что им интересно? Вот современным школьникам. Шестой класс, к примеру. Вы знаете, вот среднее звено мы с радостью приглашаем в Торжок. На вашу любимую военно-патриотическую экскурсию. Там на Валах. То есть им уже вот интересно. Да. Ну, вы знаете, там чудесно. Там можно пострелять. Там можно песни попеть. Там можно посидеть у костра. Взять в руке меч, к примеру, да? Да. Арбалет. Что очень важно. Да, 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 да. И это получается, вот опять же, тактильность, эмоции. Вот то, о чем я говорила. Затем, вы знаете, очень, наверное, смешная экскурсия в Кимры. Дело в том, что очень интересный город. Но мы экскурсию назвали, действительно, дискотеку Змея Горыныча. Дело в том, что сам город, само сапожное царство, ну, оно тоже очень интересно. Но совершенно замечательные жители села Годово придумали интересный интерактивный музей. И вот в гости к Гадюке Васильевне и к Змею Горынычу мы замечательно отправляемся. И Гадюка Васильевна в конце нашего пребывания, угощения, они со Змеей Горынычем нас приглашают на дискотеку. Это будет такая самая настоящая дискотека. Дети это любят, это динамика, это то, что они... И вот опять же через эти эмоции они непременно запомнят, что есть у нас в Тверской области такой замечательный город под именем Кимры. Очень люблю Кашеваров в Кашине. У нас там совершенно замечательный партнер, Алексей, и программа замечательная. Программа «Скоморошина» в Кашине. Вы знаете, Кашин — город русского сердца, необыкновенно красивый. Мы обязательно показываем, Алексей нам показывает, как протекает река. И как она выстраивает свое сердце, форму сердца на территории Кашина. На там уникальное русло реки. Затем Алексей нам рассказывает в своем музее крестьянского быта о том, что такое охлупень, о чем занимались мужчины, женщины. Вот достаточно, ну, уже далекие времена. Ну да, конечно, уже со с лишним лет на год. Да, вот девочки стоят в платьицах, на платьицах цветочки, все здорово, замечательно. А как это делали наши предки? И эту набойку он благополучно нам покажет. Это очень интересно. Вы знаете, для меня стало откровением, что, когда я побывала в музее каши, что, оказывается, не каждую кашу надо варить. И да, искренне приглашаю. То есть поговорка с ним «кашу не сваришь», она такая условная. Да, да. Или «заварил кашу». Да, а вы знаете, вот слово «заварил», оно может по-разному трактоваться. Мы же его трактуем как «заварил», в смысле, «подогрел на огне». Какую-то жидкость причем. Да, именно на огне. А оказывается, не всегда это так. И вот какую кашу можно без огня заварить, и вас непременно ей угостят в музее каши, вот это в музее каши все происходит. И здесь же, около музея каши, нас встречают скоморохи. Опять же, для ребят это весело, интересно, динамично. И по отзывам это совершенно замечательная экскурсия. Но вы знаете, как, вот смотрите, ребята поиграли, попробовали, что-то руками подделали, но по большому счету они узнали историю каши, они узнали историю традиций бытовых, ремесленных традиций, они узнали историю кашеваров. Посмотрите, сколько всего они узнали. Вот через игру, вот через, казалось бы, просто какую-то динамическую деятельность. Хорошо. Но старшеклассники, что интересно старшеклассникам, уже 10-11 класс, их же тоже, наверное, возят на экскурсии. Они же не только проводят время за подготовку к этому дурацкому ЕГЭ. Ну, вы знаете, судя по этому году, сдали все ЕГЭ чудесно. И, ну, честно говоря, вот 10-11 класс, они все-таки все в ЕГЭ. Ужас. Ну, вы знаете, это ужас, наверное, от того, что мы вспоминаем свое детство. И я, например, не помню, чтобы, ну, как-то так вот весь последний год обучения в средней школе я занималась подготовкой. Вот об этом и речь, это же плохо. Ну, вы знаете, ну, это та данность, которая сейчас есть. Плохая данность. Я просто к чему, знаете, у нас в Твери, да и не только это областного, это регион, это федерального, считаю, что масштабы есть с недавних пор такое место, как императорский дворец, который, наконец-то, отреставрирован. И, по идее, такое место, куда, конечно, первокласснику, второкласснику не очень интересно, но, по крайней мере, мне кажется, что уже 10-11 класс как-то, ну, должно быть интересно. Вот, мне так кажется, по крайней мере. Я хочу вас порадовать. Дело в том, что по, опять же, распоряжению правительства Тверской области, по личному распоряжению Игоря Михайловича, нашего губернатора, каждый ученик Тверской области один раз, ну, обязательно попадает в императорский дворец. Есть специальная программа, которая называется «Нас пригласили во дворец», и все дети области, ну, сейчас мы говорим, это 8 класс, вот, берут 8 параллель, и все дети в течение учебного года, вот, 8 параллель, и все области. С областью именно, да, важный момент. И Тверь, и область тоже. Ну, да, да, что не только Тверь, но и область. Да, все дети посещают императорский дворец. Так что за это тоже можно сказать правительству спасибо, потому что иногда, особенно из каких-то, ну, далеких городов, потому что область наша огромная. Да, область-то огромная. Иногда до этого дворца они едут по 4 часа. Ну, не сего, 4 часа на Тверь ехать. Да. Быстро, если. И, может быть, даже не всегда они до этого момента посещения бывали в Твери. Вот, и поэтому это здорово, это хорошо. Это, опять же, знаете, как прививается любовь к тому месту, где ты родился. И вот она территория твоей малой родины, она такая большая. И тем более, чтобы они посмотрели, что, еще раз говорю, дворец наш императорский, это не какая-то там местечковая усадьба, которая есть в каждой губернии. А это императорский дворец, который есть только у нас. Лена Михайловна, но ведь школьник современный, это, да, действительно не школьник, там, советский. И вот сейчас, насколько я знаю, очень активно практикуется интерактивность. То есть нынешним детям мало просто посмотреть на экспонат какой-то, мало что просто по нему что-то сказали. Ему интересно, что это называется еще само принятие части. Как у нас с этим обстоит дело? Отлично обстоит дело. И наши музеи не только частные. Интерактивностью стали заниматься, ну, как бы изначально частные музеи. Конечно. Потому что это элементы привлечения. Ну, и плюс вообще, они менее такие, скажем так, закостеневшие. Они все время живо схватывают все новое. Зачастую ими завидуют молодые люди, люди среднего возраста, наверное, еще и поэтому. Да, но, и вы знаете, всегда сложно было такие классические наши музеи на эту, как бы, стезиону направить. Поняли, что там сразу в оборудок падут сейчас кольчугу 13 века, чтобы он потрогал этот школьник ни за что. Ну, вы знаете, у нас есть музей, он, правда, не государственный, есть музей четыре эпохи воинской славы. Да, у меня в гостях были не так давно представители этого музея. Да, вот там можно все потрогать, посмотреть, и там вот это вооружение представлено в полном объеме. И вот туда, кстати, и у нас разработана программа как раз для 10 класса, потому что вот это, наверное, на все возраста. Здесь разговор идет о том, что, о изначальном предназначении мужчины. Мужчины как защитники своей семьи, своего дома и своего города, своей страны. И вот интерактив в этом музее как раз, ну, как бы, очень такой яркий. Теперь наш классический музей, вот что мы начали. Классический музей замечательный. Вы знаете, очень люблю музей Усад Бабернова, очень люблю музей Пушкина в Торжке, очень люблю ВИЭМ в Торжке, это этнографический музей всероссийский. И вы знаете, в каждом из этих, ну, как бы, у нас еще много музеев, и наш краеведческий, он просто пока не работает. В Старице замечательный музей, там тоже есть интерактивные программы. И, ну, если мы берем Бернова, вы знаете, там восстановлен, ну, как говорится, бальное зало. Я хотела сказать, зал нет, бальное зало. Зало, да, как раньше говорили. Это необыкновенно красиво. И директор музея Валентина Александровна чудесно нам рассказывает в бальном платье о том, что за традиции были провинциальных балов. Ну, мы находимся в провинциальном, как бы, поместье в Берново, поместье Вульфов. И поэтому она нам рассказывает, а что же происходило здесь? Что такое язык Вера? Что такое язык цветов? Там, вот на балу, как это все происходило. Звучит музыка, нас приглашают вальсировать, нам рассказывают, что за танец Мазурка. Это необыкновенно интересно, и это интерактивно. В том же самом Бернове есть чудесный квест. Вот квест, в квест они уже задействовали территорию музея, и здесь среднее звено, где-то 5-6 класс. Вот те неугомонные дети, которым вечно надо куда-то бежать, они когда вылетают на перемене в рекреацию, вот я сейчас не знаю, что они будут делать, потому что они всегда носятся. Это нормальная их динамика. Да, как говорили, о школе здоровый ребенок должен носить. Да, 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 да. И вот как раз музей Бернова вот это учитывает, потому что у них квест выстроен так, что что-то происходит на одном месте, а затем мы бежим, мы не идем, мы бежим к следующей точке. И вот это здорово, детям очень нравится. И таких программ достаточно много. Очень симпатичная программа в, казалось бы, тоже классическом пушкинском музее, мы сейчас пока вокруг пушкинской темы, в пушкинском музее в Ташке. И там они, знаете, как разделили на две возрастные категории. Для тех, кто постарше, вот как раз категория восьмого, десятого, одиннадцатого класса, там уже разговор о путешествии по Государевой дороге, о том, как это происходило, как Александр Сергеевич, тогда еще Саша, путешествовал, что такое почтовая станция, как его встречали, какие документы при этом были, сколько времени он тратил на это путешествие, как он был экипирован в этой дорожной экспедиции. И это все проходит интерактивно, совершенно замечательно. Для маленьких детей мы очень любим сказки Александра Сергеевича. Мы назвали вот эту программу у себя, что за прелесть эти сказки. И в музее Пушкина с ребятами начальной школы как раз появляется шамаханская царица, бабка, в одном из залов музея. Вы знаете, и опять сотрудники музея обыкновенно мудры и хитры. Дело в том, что поиграть два притопа, три прихлопа – это одно. Но вот через эти два притопа, три прихлопа надо положить в голову ребенку что-то доброе, умное, вечное. И они чудесно с этим справляются. Они очень четко всю музейную программу через игру и для маленьких, и для взрослых доносят. Молодцы, необыкновенные. Рядышком маленький музей, музей пояса. Вроде бы 20-минутная экскурсия, необычная. Но знаете, как она необычна тем, мы ее назвали пояс для Гулливера. Огромный пояс, 12-метровый. Вышли замечательные золоташи... Это известный, да, объект такой. Скажите, ну хорошо, про те мы поговорили. А что интересно взрослым в нашем регионе? Что, причем, мне интересно, и тверичане, есть ли взрослые наши жители Тверской области по региону? Ну и, естественно, конечно, что интересно приезжим из других субъектов. Вы знаете как, вот если про наших тверских путешественников, я могу сказать, что у нас... Интересно вообще ему родная область. Или у всех только мысль Крым, Турция та же самая, Европа и так далее. Я нескольким вещам поразилась буквально вот в прошлые выходные. У нас в субботу-воскресенье из городского сада проходит каждую субботу-воскресенье экскурсия, вот в летний период, экскурсия по городу. И кто хочет, может совершенно благополучно к этой экскурсии присоединиться. Мы рассказываем об истории города через сказки-легенды. И эта экскурсия называется «Сказки-легенды Старой Твери». Вы знаете, меня что поразило? Меня поразило, что приехала женщина из Кувшинова. Вот казалось бы, и причем она, знаете, мы когда с ней разговаривали, она говорит, я специально себе сделала такой подарок. И вот это необыкновенно радостно, согласитесь, когда люди вроде бы живут и живут своей жизнью, практически поселок, деревня. И вдруг им хочется посмотреть, а что же вокруг. Не надо там уезжать в Амстердам или еще куда-либо. А вот даже то, что вокруг вызывает интересы, это уже здорово. У нас в этом году очень много московских туристов, московских гостей. Что им интересно? А вы знаете, для московских гостей очень интересно истории Твери. И причем разнообразные истории. Удивительно, да, вроде из такого города, где, казалось бы, по сравнению с которым в окружающих городах и истории-то нет. Ну что такое Москва, да, Кремль и так далее. Что такое областной центр с населением в 400 с небольшим тысяч? А им интересно? Очень интересно. И вы знаете, наша история, она древняя. И она действительно интересная. Она такая необычная, сказочная. И у нас много чего переплетено в нашей истории. И это очень интересно. У нас очень серьезной популярностью, так серьезной популярностью пользуется экскурсия на теплоходе. Вот здесь, знаете, как наши тверские хитрые жители, они совмещают и прогулку. Здесь уже ногами не надо ходить. И в то же время знакомство с историей города. И вот на этих путешествиях в субботу в 13 часов собирается очень много, практически целые теплоходы. И это тоже очень радует, потому что, в принципе, люди могли бы поехать в другое время, не на экскурсию. Но именно вот в этом экскурсионном теплоходе народу всегда очень много. Это здорово. Московские жители еще очень любят, знаете, нашу природу. Если можно, мы сегодня... Селегер. Сейчас, секунду. Если можно, мы сегодня про Ржев говорить не будем. В Ржеве очень много людей. Все понятно, да. С Ржевом все понятно, да. Вы знаете, на что я обратила внимание? У меня был очень интересный опыт. Мы пригласили наших гостей. Это была семья, мама с двумя подростками в Карельскую деревню. И когда мама мне написала отзыв и рассказала о том, что мальчишки... Причем с ночевкой. Мальчишки спали на печке. Мальчишки топили баню. Мальчишки парились в бане. Мальчишки ходили по воду в колодец. Для них это тоже была новинка. Мальчишки ставили самовар. Они растапливали печь. Они кололи дрова. Они играли в карельские рюхи. И вы знаете, парадоксальная вещь. Мне мама пишет о том, что за все это время они свои гадочные мальчишки в руки не взяли. И согласитесь, если для современного ребенка что-либо, какая-то активность интереснее, чем его гаджеты, но это очень дорогого стоит, я так думаю, что вот эти вещи, когда люди будут вовлекаться в какой-то процесс, они будут очень востребованы. У нас сейчас в разработке мы непременно сделаем путешествие, опять же, в деревню. И во время этого путешествия, помимо музея, помимо угощения, конечно, у нас еще будет прогулка. Вы знаете, я бы не назвала это, наверное, прогулка на байдарках, а не спортивные байдарки, но это прогулка, потому что она будет часовая. Это не будет такой очень серьезный сплав, потому что по большому счету, даже не имея никакого опыта в гребле, просто по течению ты в течение часа можешь, как бы держа весло, но при этом вокруг будут сумасшедшие пейзажи. Лесная река, вокруг лес. Немножко диковатость, вот так скажем. Потому что люди, приезжающие из мегаполисов, это всегда много людей вокруг. И вот это... Лес настоящего не видели. Да, из леса лосина, это лосиностровская роща, в лучшем случае. А вот такой глухой лес настоящий. А потом еще, знаете как, все равно нашу энергетику никто не отменял. Она есть, это физика. Что бы мы ни говорили ни о религии, ни о эзотерике. И в любом случае, я как энерго... Ну вот я как человек, энергоемкий объект, я нуждаюсь в какой-то подзарядке. И мое взаимодействие в течение дня с разными людьми, оно может и положительно, и как-то негативно влиять. А вот природа, это вот та батарейка, от которой можно брать энергию, ну просто в колоссальных количествах, и благополучно существовать какое-то время, вот только на этом. Поэтому я думаю, что люди это чувствуют интуитивно. Скажите, вот туристический сезон в этом году начался поздно, и эксперты говорят, что он может продлиться, в том числе благодаря погоде. Есть такие предварительные прогнозы, что сентябрь будет теплым. Как вы думаете, вот опять-таки поможет ли, если теплая погода, вот наверстать нашим турбазам, Селигер, это турбаза, расположенная на берегах наших других озер, рек, вот как-то наверстать вот это упущенное? Вы знаете, наши все турбазы, базы отдыха, они сейчас заполнены, мне кажется, даже вот прям чуть ли не на 100%. Это здорово, это отлично. Это отложенный спрос тот самый. Вы знаете как, я думаю, что да. И скорее всего, когда люди находились в состоянии изоляции, вот это состояние отсутствия динамики, отсутствия какого-то движения и вот нахождение в своих стенах, оно, наверное, породит. Я так думаю, что у нас туристический сезон, туристический сезон, он не закончится. Даже так? Мне почему-то кажется так, потому что, ну вот посмотрите, у людей все равно свежа память. Они находились в изоляции. И вот все свои стены, все свои там предметы, они уже видели до мельчайших деталей. И, наверное, еще очень долгое время им нужны будут разные эмоциональные подзарядки. И в этой связи, вот неделю люди отработали, вот наступают выходные. И вы знаете, как говорят про москвичей, для них вот стоверстный крюк. И поэтому приехать в Тверь и посмотреть что-либо. И вы знаете, вот у нас по опыту этого лета туристы возвращаются. А вот мы видели это, а давайте мы в следующий раз посмотрим это. Отвезите нас вот туда. И подышать воздухом, посмотреть, пообщаться. И знаете, еще какой очень интересный момент. Момент, говорят люди, спасибо за общение. Вы, когда с экскурсоводом складываются очень такие хорошие дружеские отношения, дружеские в том смысле, что экскурсовод в этот момент, вот на эти два часа, на три часа становится другом. Он очень рад гостям, и он готов показать все, что у нас есть в Оржеве. Буквально сегодня получила благодарность за вчерашнюю экскурсию в Оржеве. Мы там с Ольгой Ивановной связываемся. И когда ко мне приходит заявка, я ее приглашаю на экскурсию. И чудесно, вот уже десяток туристов точно от нее в восторге. И это опять доброжелательность, когда мы смотрим на своих туристов, как на дорогих гостей, говорим, здравствуйте, мы вам рады. А из других регионов там едут? Ну, я имею в виду не столичные, а просто, я условно, вот так как раз хотел соязыкать, а между горочками то же самое. Вы знаете, к нам совсем недавно приезжала, оказалась турфирма «Нескучный Нижний». Это бюро экскурсий. Они заказали мне трехдневку для семьи. Ну, заказали, заказали, все здорово, замечательно. Как бы все документы мы оформили. И потом я уже еще раз разговариваю, когда прошу предоставить контакты туриста, выясняется, что сама директор фирмы со своими, значит, с мужем, с ребенком решила отправиться к нам в путешествие. И, вы знаете, вот ее отзывы, ее отклики, ну, просто необыкновенно классные. Я очень горжусь именно гостеприимством. Гостеприимством нашего ВМа в Торжке, потому что они заказывали просто обзорную экскурсию. Этнографический музей, знаменитый. Да, Российский этнографический музей. Они заказывали, мои гости, просто экскурсию. Я им предложила программу в Кремле, это новоторжский дружинник, но они как-то не отреагировали. Когда я звонила в ВМ, я обозначила, что это наши коллеги. И, вы знаете, вот ВМ приняли прям, ну, так замечательно. И Кремль показали помимо, это уже сверх этой программы, то, что мы заказали. Они показали Кремль, познакомились с дружинником. И вот коллега из Нижнего Новгорода была просто счастлива. Именно, опять же говорю, счастлива от гостеприимства, от приветливости. Хотя, казалось бы, что новоторжский Кремль, которого фактически нету, есть место для возвышенности. А при том, что в Нижнем Новгороде, ого-го, какой Кремль. Эти мощнейшие башни, и все равно людям интересно. То есть, казалось бы, они могут сказать, что какой-то Кремль у нас там. А все равно едут, правильно ведь, и смотрят. Можно одну капельку дегтя вот в эту замечательную бочку меда? Вы знаете, на самом деле, я уже не один раз говорю, что вот сфера туризма – это сфера гостеприимства. И мне хочется обратиться к тем предприятиям, которые занимаются питанием. Потому что вот пока за все это время, за все вот это летнее, я ни разу не слышала каких-то замечаний, проблем с точки зрения музейных программ. А к общепиту есть? А к общепиту есть. Это отдельная тема для разговора, я вас приглашаю тоже. У нас, к сожалению, эфир подходит к концу. Была программа «Тема дня», да, вот так вот время быстро пролетело. Мы говорили сегодня о туризме. В целом, ну и, конечно, о туризме в нашей Тверской области. Очень приятно было услышать, что к нам едут туристы. Это не только москвичи и Псербург, а вот даже из других регионов. Спасибо большое. Процветание нашей туриндустрии. А вы, пожалуйста, путешествуйте. Все-таки по нашей области у нас есть что посмотреть. Субтитры создавал DimaTorzok